Мне кажется, любому было бы страшно однажды подойти к своему дому, а тебя в него не пускают, и у тебя больше нет квартиры. Для семьи Кронпринц страшный сон стал реальностью 22 сентября прошлого года. В тот день приставы на глазах у 13-летнего сына Жанны выломали дверь в квартиру. Когда женщина пришла домой, мальчика уже откачивала скорая. Опасаясь за свои жизни, Жанна с сыновьями выехали из трехкомнатной квартиры. Младший до сих пор плохо спит, кричит во сне и часто плачет, рассказывает калининградка. Он стыдится этого, он не может никак принять, что мы были нормальные люди. Мама успешно трудилась, он хорошо учился, и вдруг мы официально бомжи. Он боится, что будут издеваться и дразнить. Мы даже школу поменяли. Из прошлой жизни у Жанны остались только фотографии бывшей трехкомнатной квартиры. Ремонт она спроектировала сама. Жанна – дизайнер интерьеров. До того, как в 2009 году потеряла работу, взнос за ипотеку в 42 тысячи рублей оплачивала регулярно. Но фирма не пережила кризис и закрылась. Тогда Жанна и обратилась в банк с просьбой изменить график платежей. Банк выдвинул такие условия, что при любом варианте реструктуризации я должна подписать отдельное дополнительное соглашение на то, что я даю банку согласие на продажу нашей квартиры. Соглашение Жанна не подписала. Тогда банк потребовал единовременно заплатить остаток долга по ипотеке – 3 миллиона рублей. В это время как раз вышли антикризисные указы Медведева, запрещающие выселять ипотечных заемщиков. А осенью прошлого года Жанна узнала, что квартира продана, а ее с детьми приказано выселить любым способом. Мы лишились своих денег, миллиона рублей, этой квартиры, которая была единственной для нашей семьи. И мы остались еще должны банку по их решению – миллион семьсот. Старший сын Жанны живет отдельно, снимает маленькую комнатку. Сама Калининградка вместе с младшим ребенком ютится на веранде летнего домика, в который их пустили добрые люди. В холода ночевали у соседей. На чужой плите раз в неделю варят суп, а спят в обнимку на раскладушке. Дизайнер Жанна Кронпринц и ее сыновья отчаянно нуждаются в юридической помощи, в деньгах, но в первую очередь в работе. Без прописки им сложно официально трудоустроиться. Если у вас есть желание и возможность помочь людям, которые остались на улице, звоните по телефону, указанному на экране, или к нам в редакцию по номеру 555-085. Антонина Слатвинская, Ольга Захарова, Михаил Эльбаум, Служба новостей «Город». Продолжение следует...